Дорогие друзья, онлайн-школа «Русская роспись» поздравляет вас с началом весны! Пусть весна принесёт вам больше солнца в ваш дом, радостных дней и улыбок, творческого вам настроения! Давайте вместе со мной нарисуем великолепную солнечную открытку, картину, которую вы сможете подарить своим друзьям и близким. Рисовать мы будем сегодня в два этапа, поскольку я хочу вас научить, как тонировать фон вашей картины при помощи набрызга. А рисовать мы будем с вами весенний гиацинт, точно такого цвета, который вы видите сейчас у меня на общем экране. Дорогие друзья, мы убираем в сторону цветок, убираем в сторону всё, что нам мешает, для того, чтобы нам сделать набрызг. Для набрызга вашей картины подойдёт любая старая зубная щётка, вот какая у меня здесь есть, потому что она лучше всего будет набрызгивать на вашу работу. Какие же цвета мы будем набрызгивать? Во-первых, все цвета смешаны с белым цветом. Это белый лимонный, это белый кадмий, жёлтый средний, это бело-оранжевый цвет. Ну и если нам захочется добавить каких-то ярких солнечных ноток, добавим немножко чистые тона, лимонный, жёлтый и оранжевый. Также мы можем добавить сюда ещё розовый цвет, который я сделала при помощи смешения белой краски с краплаком. Краплак красный, тёмный, даёт очень красивый нежный оттенок. Рядышком у меня помощница тряпочка моя влажная. И мы начинаем с первого цвета. Мы набираем на половину зубной щётки нашу краску. Если у вас будет очень жидкая краска, у вас будут большие капли. Если у вас будет густая краска, у вас будет очень сухой мелкий дождик. Итак, при помощи пальчика или какой-нибудь палочки, вот я даже возьму сейчас палочку для шашлыка, например. Вот я буду брызгать на нашу поверхность. Таким образом, чтобы сначала я обрызгала края. Мне лучше, наверное, рукой делать вот так, побыстрее. Потом я добавляю наш цвет, который использован в кадме, жёлтый, средний. И брызгаю. Смотрю, чтобы все края были у нас задействованы. Не волнуйтесь, если у вас открытка, картина начинает подниматься. Не мою нашу зубную щёточку, я делаю ещё один цвет. Потом добавлю солнечного цвета. Немножко жёлтого цвета. Смотрим, чтобы набрызг был распределён очень равномерно. Оранжевого цвета. А потом мы можем взять розового цвета и розовым цветом сделать уже на уголки. Такие уголки. Если вы хотите больше сделать набрызга, делайте больше набрызга. Потому что вы можете буквально такими мелкими шажками очень много дать солнечного оттенка. Но мне хочется ещё нашего лимонного цвета дать. Поэтому я возьму ещё лимонный цвет. Больше солнышка. Чисто лимонный цвет. Набрызг я произвожу тоже темперными красочками. Если вы сделаете это гуашью, у вас она потянется. Теперь мне нужно убрать нашу работу и подготовить бумагу для композиции. Какую композицию мы будем сегодня с вами изучать. Я убираю на сушку нашу картину. И беру мягкий карандаш. Мягкий карандаш я беру для того, чтобы вам было чётче видно. Когда вы будете рисовать, мой хороший, берите карандаш простой, твёрдо-мягкий. И теперь мы будем рисовать нашу веточку. Вот эту нашу веточку с бутончиком. Для того, чтобы нам её выполнить, мы можем выполнить её, показав корешочек. Мы можем её выполнить с нашим горшочком. А также мы можем её выполнить от края. Вот мне и хочется эту историю вам показать. Значит, от края снизу отступаем на 5-6 см. Вот так, в эту сторону. И проводим некую линию, чтобы она шла сюда в 3 см сверху. Вот так. Линия очень натянутая. Посмотрите, какая она красивая. Вот её нам нужно выполнить. Вот такая. Она имеет толщинку. Поэтому мы можем толщинку сделать с одной стороны. Не очень толстую. Вот так. Прикрывается это всё листиком. С этой стороны. Листик. Дальше у нас выходит наш бутончик. Ещё один листик. Обязательно делим лист пополам. И листик, который идёт у нас сбоку. Вот так. Как мы находим очертания нашего гиацинта? Очертание гиацинта у нас напоминает форму... Асота. Асот или в простонародье камыш. Такая форма, видите. Здесь форма точно такая же, только немножко меньше. Потому что у нас всё-таки это бутончик. Смотрим на наши цветочки. Наши цветочки здесь имеют много лепестков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По шесть лепесточков каждый. И крепятся они на ножки. Самое главное запомнить только один цветочек. Итак, я его рисую здесь, сбоку. Только один. Выбираю место. И рисую форму цветочка. Теперь я остальные формы не буду рисовать. Потому что мне надо сделать края лохматенькие. Значит, вот эти края я буду рисовать вот такими лохматенькими линиями. У меня этот цветок не очень пушистый, я бы сказала. Потому что гиацинты, они более такие плотные. И веточка центральная практически не видна. Но здесь сортовые, сортовой цветок необычного оттенка, я, например, первый раз такое увидела. Я нарисую здесь. Вот теперь вот я делаю вот такие шишечки. И мы нарисуем с вами здесь вот такой гиацинт. Как бы с натуры. Вот так. Находим веточки. И теперь нам нужно нарисовать еще внутри гиацинт. Поэтому мы будем еще кое-где показывать внутри. И, конечно, посредине. Значит, здесь я беру посредине, тоже буду рисовать гиацинт. Раз. В одном месте, в другом. Можем здесь делать. Так как мы будем рисовать постепенно и просвечивать будет наш цвет набрызга, будет казаться очень воздушным наш цветок. Теперь мы посмотрим на наш гиацинт, который у нас в бутончике. Здесь ни один цветочек не распустился. Самое главное, мы находим каплевидную такую форму. Все элементы, так, сближаем их вот сюда. Вот. Вот наш бутончик. Теперь посмотрим внимательно. Если мы сохранили здесь линию границы. Сверху мы отступили на сантиметр. Здесь примерно на полтора сантиметра. А здесь у нас наша веточка уходит вниз на 5-6 сантиметров в сторону, для того, чтобы показать наполненность нашей линии. После того, когда мы это нарисовали, мы берем наш лист бумаги с набрызгом, который уже высох и будем рисовать здесь творчески. Находим в сторону 5-6 сантиметров, ставим одну точку. Сверху 3 сантиметра, здесь сантиметр-полтора, здесь сантиметр. И начинаем вырисовывать красивую линию. Я рисую очень мягким карандашом, только для того, чтобы вам было ярче видно. наполняем таким образом, как рисуется ствол у дерева. Окончание тоненькое, а внизу более широкое. Ведем сюда в сторону наш бутончик и прорисовываем листья. Раз листик, два листик, сюда с загибом листочек и делим пополам. Теперь находим форму. Форма мороженого. Вот кому как, у кого какая форма напоминает, такую и будем делать. Прорисовываем наши вот эту вот форму бутона. Можем дальше туда дать еще форму. Вот так, для того, чтобы показать наполненность. Теперь находим форму нашего цветка. Прорисовывать я подробно не буду. Сразу начну с задних цветочков и боковых. Вот здесь мне придется сделать некие такие вот напоминающие крылья у чаек, лепесточки по краям. Теперь мы начинаем работать краской. Так как мы будем перекрывать цветами среднюю линию здесь и здесь, нам обязательно нужно начать рисовать именно с ней, с нее. Мы подбираем кисточку. Кисточкой, которую я рисовать буду, это кисточка номер 8 синтетика. Это четвертый номер. Итак, мне нужно взять две краски. Обратите внимание на живую природу. Листья все имеют вначале более темный оттенок, а чем ближе туда к корневищу, светлее. Точно так же это имеет оттенок и средней нашей линии. Мало того, наш стебель имеет включение сиреневого оттенка цвета гиацинта. Поэтому нам нужно взять несколько оттенков сразу. Какие мы оттенки будем готовить? В первую очередь мы сделаем оттенок темно-зеленый. Это базовый оттенок. У меня эта краска изумрудная. Вот так. Изумруд. Дальше я беру цвет фиолетовый или розовый. цвет наших цветков. Дальше я готовлю цвет смешанный изумрудно-желтый с оранжевым. Теплый зеленый цвет. Ну и также вы можете взять тот цвет, который у вас есть базовый. Базовый цвет это окись хрома. Теперь мы будем делать второй цвет для мазковой росписи. Поэтому нам нужно взять какой-то оттенок противоположной стороны. Если я возьму белый цвет, это будет смотреться не очень красиво. Будет более ярко. С одной стороны у нас пропадет наша веточка, а нам надо обязательно, чтобы она была имела какую-то насыщенность с двух сторон. Поэтому нам нужно взять смешанный цвет. Я возьму например кадми желтый лимонный с белым оттенком. Набираю на кисточку. И теперь нам нужно сделать таким образом, чтобы вначале цвет нашей веточки был более темный, в конце светлый. и здесь, и здесь. Поэтому мы начинаем с более темных оттенков. Я возьму базовый цвет зеленый с одной стороны, с другой стороны сиреневый и темный цвет, чтобы вначале был у нас темный яркий оттенок. Ведем по карандашу. Постепенно добавляем другие оттенки, чтобы у нас веточка была более светлая. Если у вас с одной стороны не видно, переворачиваем кисточку и с противоположной стороны добавляем толщинку. Ведем плавно. Теперь мы набираем такой же цвет для наших бутончиков и ведем цветовую линию очень аккуратно, не торопясь, проверяя ее с двух сторон, чтобы она была видна. Так как у нас бутончик с вами прячется под листок, мы его вот так туда и спрячем и прикроем нашим листиком. Мы можем поменять кисточку на более широкую кисточку. Это будет или оставить точно такой же размер, но сильнее и нажать на кисточку, тогда она более распрямится. Тем более, что мы будем рисовать по половинкам. Здесь мне хочется добавить более яркий зеленый цвет, более веселый, вот такой. Вот такой. Я выбираю вместо белого цвета смешанный цвет, набираю на кончик вот так вот. Такой цвет веселенький. Еще темный надо набрать. Я пододвигаюсь к изумрудному. Вот так. И рисую сначала дальний наш листик с одной стороны. когда мы рисуем по набросгу, мы чувствуем, как впитывается чаще наша красочка. Поэтому набирайте больше кисточку воды и размешивайте вашу красочку более жидко, жидко, обычно. Ведем сюда. Также мы можем показать какие-то полосочки на наших листиках. листочки. Вот так. Теперь мы пододвигаемся к следующему листочку и возьмем какую-нибудь другую тональность на носик, потому что мне хочется, чтобы показ каждого листочка имел какой-то совершенно другой характер. Закрашиваем, идем до низа. потом сделаем более темное начало с изумрудной зеленью. Фактически сегодня мы с вами проходим ботаническую живопись. Рисуем с натуры и книзу посветлее. Вот так. Можем среднюю часть оставить более темную, а также можем ее более темно. Светлую сделать или темно, как вам пожелается. Вот так. А также мы рисуем второй вот здесь замаскированный листочек у нашего главного стебелька. Третий по счету и второй от нашего цветочка. Сюда я хочу его сделать более темным, поэтому я добавляю больше изумрудной зелени. Вот так. Все. Теперь остается нарисовать только ножки. Ножки скрасно с этим розовым оттенком для наших будущих цветочков. Вот так ножки показываем. и готовимся к изображению цветов. Вот так. Меняем палитру. Меняем палитру и теперь будем делать с вами цветочки. Нам нужно белый цвет. Нам нужно розовый цвет. Розовый цвет разведенный с белым и более темный цвет это цвет фиолетовый для теней. чтобы наши цветы были объемные надо обязательно чтобы у нас было был и свет и тень. Я готовлю тряпочку чуть влажную чтобы вытирать кисточку и убирать лишнюю воду. Пододвигаю чистую водичку чтобы были цветочки чистенькими и конечно начинаем с самых больших цветочков. Убираем белый цвет на нашу кисточку набираем набираем потом прислоняем пяточку кисточки к влажной тряпочке чтобы убрать лишнюю воду чтобы белая красочка тщательно перемешалась и была равномерно распределена по всей длине нашей кисти. Теперь берем на уголочек розовый цвет и делаем цветовую растяжку при помощи волнообразных движений. Это основное движение для набора кисточки в таком виде росписи как свободно кистевая роспись кжель как такой прекрасный вид искусства как жестово вот набрали мы цвет и будем рисовать боковые цветочки к центру будем идти раз раз сюда сюда рядышком можно добавить чуть-чуть темного цвета для того чтобы у нас не был очень одинокий и скучный цвет кверху у нас кстати бутоны будут более темные поэтому нам нужно кверху рисовать более темным тоном и меньше раскрывать наши края у лепестков обратите внимание мы рисуем от центра к краю для чего потому чтобы у нас были лепесточки и остренькие чем ниже тем больше розового будем добавлять белого потому что когда цветочки распускаются то они становятся более светлыми мы можем убрать наш листик который нам мешает перекрыв сверху мы можем это легко сделать по той причине что мы рисуем темперными красками которые легко перекрывают наши цвета теперь мы сделаем наши бутоны бутоны чем выше тем темнее поэтому я беру смелый вместо белого цвета розовый и сиреневый по карандашу рисуем наши цветочки а теперь мы в последние наши бутончики добавляем больше розового нежного оттенка чтобы передать нам цветы которые скоро распустятся вот наши бутоны готовы теперь переходим к нашим цветочкам что нам нужно сделать нам нужно добавить немножко нашего фиолетового цвета розовый с фиолетовым и рядышком капнуть изумрудный цвет чуть-чуть и теперь дать немножко бутончиков которые находятся внутри 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 мы сделаем их сначала мы даем просто какие-то вот такие вот красивые полукруглые элементы потом мы все больше уходим от зеленого оттенка потому что чем ниже наши бутончики тем они у нас более светлые вот так вымываем кисточку и завершаем нашу работу нашими лепестками берем белый и сиреневый цвет самый чистый самый яркий можем даже сбоку вот так подойти чтобы у нас было очень чистое сочетание оттенков и делаем наши красивые лепестки так так как у меня немножко не высохла работа может немножко даже будет где-то эти лепестки показаны и соединены зеленым цветом тогда это будет более живые лепестки лепестки более насыщенные более яркие более художественные используя технику декоративно прикладную мы работаем максимально близко с техникой живописной теперь нам нужно заглянуть в наши серединки когда мы смотрим наши серединки мы видим что там у нас желтые зеленые тычки для этого мы берем тоненькую кисточку лимонный цвет смешиваем с белым и ставим маленькие точки внутри в тех цветочках которые на нас смотрят для того чтобы нам более интересно раскрыть наши лепесточки нам нужно подправить кое-где наши листики белым цветом берем белый цвет тоненькой кисточкой и где-то добавляем белым цветом наши лепесточки можно можно взять розовый даже цвет для того чтобы нам более таким характерным здесь вот желтого цвета я забыла давайте вот получаем объемные гиацинты лепесточки делаем и И завершаем нашу картину. Конечно же, нужно доделать немножко наших лепесточки, добавить больше таких вот элементов, как иметь вот так вот, нужно очертить где-то больше, стебелек нужно очертить, где-то дать больше теней, вот таким образом. И мы видим нашу картину. Сейчас я сделаю белый риск бумаги. Так, уберу резинкой наши очень видные точечки карандашные. Мы получаем нашу весеннюю открытку. И, конечно же, для нашей весны не хватает нам бабочки или мотылька. Поэтому, дорогие друзья, мы можем их сделать, нарисовать их дополнительно. Взяв теплые оттенки, такие как оранжевый, берем, рисуем. Я сейчас поменяю палитру. Возьму оранжевый цвет, лимонный, положу сюда рядышком. И найду карандашиком место расположения наших мотыльков для нашей весенней композиции. Итак, мы можем нарисовать их таким образом, чтобы наш мотылюк летел в обратную сторону. Вот сюда направление выбираем. Здесь я хочу сделать, например, стрекозку. Вот так. И таким образом нарисовать какую-то очаровательную точку для нашей весенней композиции. Я взяла цвет циррулю для нашей стрекозки. Два лепестка здесь, два лепестка с другой стороны. И подожду, чтобы она высохла. А дальше я беру, рисую нашу стрекозку бабочку. В желто-оранжевых оттенках. Все в одну точку делаем. Только после этого мы возьмем тоненькую кисточку и сделаем в наших мотыльков серединки. Для серединки можно взять фиолетовый цвет, коричневый цвет. Для того, чтобы фиолетовый цвет не был столь ярким, мы фиолетовый смешаем с оранжевым. Делаем глазки, туловище и делаем ступенечками, такими капельками. Вытягиваем нашу стрекозку. Туловище делаем раз, треугольничек, глазки и мотылька нарисуем наши красивые осики. Сделаем разживочку на наших тонких, изящных крылышках. Так, дорогие друзья, поздравляю вас с 8 марта. Поздравляю вас с весенними деньками. Наконец-то мы встречать будем весну с радостью, с улыбкой и с большими надеждами. Творческого вам настроения и любви. А с вами онлайн-школа «Русская роспись». Удачи! Русская роспись. 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 Русская роспись.